День Города 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 назначения, а также изделия, которые предназначены для питания людей, страдающих сахарным диабетом. Это хлебец поживецкий из подорожной диабетической, хлебец диабетический виленский, печенье сбивное диабетическое, крекеры, отрубной диабетический и диабетический ароматный, и сушки диабетические кунжутики и диабетические простые. Как правило, эти изделия содержат пшеничные и ржаные отруби, а также заменители сахара, сорбит или экстракт стевия. Стевия – это уникальное растение, которое при регулярном употреблении снижает содержание сахара и уровень полистерина. Сегодня Могилев стал участником патриотической акции «Автомарш эстафета памяти – звезда нашей Великой Победы», приуроченной к 71-й годовщине Победы Советского народа в годы Великой Отечественной войны. Проект объединил более 100 городов, в каждом из них по маршруту движения участники передают и ветеранским и молодежным патриотическим организациям символ эстафеты памяти, масштабную копию Знамени Победы размером около 200 квадратных метров. Главная задача акции – сохранение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа. С приходом весны приходят и клещи. В последние годы по результатам наблюдений отмечается их ранняя активность, которая определяет климатические изменения. В связи с началом активного посещения населением лесных территорий в Организации здравоохранения Беларуси по поводу укусов клещей уже обратились 150 человек, в том числе 45 детей. Специалисты напоминают – укусы можно предупредить. Для этого необходимо выполнять простые правила личной безопасности – заправлять верхнюю одежду в брюки, а брюки – в носки, надевать головной убор или капюшон. Следует использовать репелленты и каждый час осматривать свою одежду и открытые участки тела. Соблюдение этих несложных правил профилактики позволит вам спокойно наслаждаться теплыми весенними днями. 14 мая автомобили в автошколах во время проведения внутренних экзаменов должны быть оснащены видеорегистратором. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации. Аудио- и видеоинформация, полученная с помощью устройства, будет использоваться с письменного согласия учащегося, к которому она относится. Для обучения и разрешения конфликтных ситуаций связан с проведением практических экзаменов в учебной организации. Сразу три гаража горели прошедшей ночью в Могилеве. 7 апреля в 23.14 в центр городского управления ЧАЭС поступило сообщение о пожаре по улице Триулина. По прибытии первого подразделения спасателей происходило открытое горение трех гаражей, в двух из которых находились автомобили марок «Опель Астра» и «Луаз». Имущество полностью уничтожено, повреждены стены и кровля. Причина пожара устанавливается. Весеннее солнце становится все приветливее, природа обновляется и просыпается. Город хорошеет на глазах. Его главное украшение – могилевчане – становится все ярче, светлее и оригинальнее. Ее величество мода позволяет каждому из нас выглядеть по-особенному. Мы решили узнать на улицах города, а что в современной моде не нравится могилевчанам. Ответы в рубрике «Беседка». Мне не нравится в современной моде, что все одинаково. На самом деле, везде одно и то же. Те же куртки, те же брюки, та же обувь – это, скорее, недостаток. И все стремятся к однообразию. Ты идешь по городу, и все одинаковые. Нет того, нет изюминки. У всех все одинаковое. Все как из инкубатора. В последнее время стали делать вещи, которые подчеркивают индивидуальность каждого человека. Ну, наверное, потому что все одинаково ходят. Хочется, чтобы больше было не моды, а стиля у людей. Я люблю лично кеды. Мода – это хорошо забытое старое. Потому что вот смотришь, вот сейчас на 50-е годы прошлого столетия, и вот все сейчас так вот одеваются. Ну, не мы, но как бы модники. У каждого свой взгляд на моду. И всем нравится свое что-то. Мне больше нравится классический стиль. Кому-то больше спортивный. Все нравится, кроме подвернутых штанов. Если я хочу быть одет, как рыбак, и ходить как рыбак, вот чтобы не было вот такого «вое, что с тобой?» Вот без этого, понимаете, чтобы именно без брезгливости, раскованности, раскрепощенности, тогда все прекрасно. Как фотограф я вижу это больше, конечно, должно быть больше на фотографиях, чем в жизни. Все-таки как бы это, скажем, не бордель. Скажем, это все-таки люди. Должна быть сломудренность какая-то женская, я считаю. Ну, в принципе, выбор каждого, как-то воспитание в первую очередь. Ну, опять же, связанность с индивидуальностью, не быть похожим и стараться как-то выделяться, не сливаться с серой массой в толпе. Ну, если честно, мне нравится все в современном. Ну, не то, что нравится все. Я считаю, что каждый вольно надевался так, как ему хочется. Ну, допустим, была вот эта мода на такие ботинки такого цвета бежевого. Все почему-то не любили. Была мода на уги, тоже не любили. Я не понимаю, почему. Удобная обувь. Ну, я сам такого не носил, но никаких претензий к людям не имею, которые это делали. Поэтому претензий к современной моде вообще у меня никакой нет. Пусть каждый надевался так, как ему хочется. На сегодня это все. Уважаемые могилевчане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака.tv2.by Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными. Любите свой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова